Здравствуйте, дорогие мастерицы! С вами Ольга Иванова и в этом видео я предлагаю вам 10 лайфхаков по канзашам. Чтобы сделать красивую этикетку для канзаши, не обязательно ее покупать. С помощью фигурных ножниц из бумаги вырезаем круг. Используя дырокол, делаем отверстие. Теперь нам потребуется штамп и печать. Делаем оттиск на бирке и завязываем атласную ленту. Большим плюсом является то, что на такой карточке можно делать любую надпись. А ваша работа будет выглядеть более эффектно. Если вы неправильно закрепили лепесток или основу, вам поможет фен. Просто нагрейте нужную деталь и она легко отклеится. Для того, чтобы делать цветы из лент, нередко требуется лекала. Заготовку розы очень удобно вырезать из квадрата, сложенного пополам. Лист удобно вырезать из прямоугольника, также сложенного вдвое. А вот, чтобы сделать чашелистик, нам потребуется круг. Выбираем нужный диаметр и рисуем на заготовке 5 меток, которые должны располагаться на равном расстоянии друг от друга. Ориентируясь на отметке, рисуем звезду. Придаем к концам звезды форму лепестков. Это лекало можно перевести на жестяную банку и вырезать чашелистики с помощью паяльника. Если у вас нет фетра, его можно заменить картоном, обклеенным атласной лентой. В этом случае цветок закрепляется с изнаночной некрасивой стороны. Чтобы выпрямить леску для жемчужных тучинок, вам потребуется несколько секунд поддержать ее над паром. Если по какой-то причине ваша леска не выпрямилась, накройте чайник крышкой и в таком виде пропарьте леску. После того, как леска остыла, нарезаем ее на заготовки и украшаем бусинами. Чтобы нарезать ровно квадраты для канзаши, достаточно ленту просто сложить по диагонали. Однако самый удобный способ нарезать ленту по линейке. Чтобы при обжиге лепестки оставались белыми, нужно периодически подрезать свечу. Маленькое пламя не дает копоти, и ваши лепестки останутся белоснежными. Если из пистолета во время работы постоянно выливается клей, достаточно стержни положить в морозилку. Теперь вы сможете работать с удовольствием. Если у вас нет красивых серединок, их можно сделать из силиконового клея и глиттера. Выдавливаем клей и сразу же посыпаем украшением. После полного высыхания удаляем глиттер и вырезаем серединки. Если вы хотите украсить цветы искусственной росой, вам также поможет силиконовый клей. Чтобы росинка выглядела аккуратно, дайте ей подсохнуть, прежде чем делать следующую. Надеюсь, что это видео вам понравилось. И если это так, то пожалуйста, дайте мне об этом знать. Спасибо за просмотр и до следующего видео.